О некоторых наиболее заметных культурных и спортивных событиях минувшего уикенда, а также ключевых цифрах статистики по российской гуманитарке за первое полугодие в нашем дайджесте новостей ДНР. С начала 2016 года при содействии Центра управления восстановлением ДНР и МЧС РФ было оформлено и получено 164 гуманитарных груза адресного назначения. Общий вес гуманитарной помощи, доставленной за первое полугодие, составил 9383 тонны. Товары народного потребления и первой необходимости, продукты питания, одежда, предметы личной гигиены, бытовая химия составили 58% общего объема. Оборудование 15%, удобрение и агрохимии 9%, пассивной материал зерновых 7%, стройматериалы 6%, учебники, учебные пособия и художественная литература 4%, медикаменты и медицинское оборудование 1%. 3 июля в Донецкой государственной академической филармонии при полном аншлаге прошел концерт, завершающий 84-й сезон одного из ведущих учреждений культуры республики. В исполнении симфонического академического оркестра имени Прокофьева под руководством Владимира Заводиленко прозвучала музыка Брамса. Во втором отделении оркестр компонировал солисту из Шотландии Петру Сейврайту, исполнившему произведения Сергея Рахманинова. Известный пианист высоко оценил профессиональный уровень донецких музыкантов и заявил о намерении продолжить сотрудничество с государственной филармонией ДНР. 2 июля в Донецке на стадионе РСК Олимпийский в рамках проведения чемпионата ДНР по легкой атлетике прошло первенство по данному виду спорта среди юниоров. Организаторами мероприятия выступили Министерство молодежи спорта и туризма ДНР и Федерация легкой атлетики. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из Донецка, Макеевки, Горловки, Харциска, Тореза, Докучаевска и других городов и районов республики. Легкоатлеты соревновались в следующих дисциплинах – бег на 3000 метров, прыжки с шестом, прыжки в длину, бег с препятствиями, метание диска и копья.